Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Президентский полк вновь пополнился новобранцами из Чувашии. На службу в кремлевские войска сегодня отправились 15 юношей. Они прошли серьезные отборы, теперь их называют не иначе как элитой российской армии. В честь ребят в призывном пункте Канаша устроили пышные проводы. На торжества приехал и глава республики Михаил Игнатьев. Формы солдата президентского полка достоин не каждый юноша. Этих ребят выбрали из тысячи призывников. Для тех, кто хотел попасть на службу в самое сердце Москвы, устроили настоящий экзамен. Идеальная спортивная выправка, незапятнанная репутация и даже внешность новобранца. Это главные критерии отбора, который прошли 15 человек. Все они уже с детства мечтали связать свою судьбу с военным делом. Я, в принципе, давно планировал. Старые планы. Года два примерно. Сейчас Пешков сразу заявление подал в президентском полку. А ты знаком с задачами, как предстоит все? Конечно, нас ознакомили со всем. Маршировать, стрелять. Долг выполнять перед Родиной. А еще их обучают верховой езде, меткой стрельбе и премудростям парадного шага. Солдаты президентского полка всегда на виду. Они охраняют первых лиц страны и несут почетный караул у вечного огня. Особые гости этого праздника уже отслужившие в кремлевских войсках. Год назад в Москву их провожали с этой же сцены. А сейчас они и сами напутствуют молодых. В дальнейшем планирую куда-нибудь в военное пойти, в академию куда-нибудь поступить. Чувашия на протяжении многих лет отправляет новобранцев в элитные войска. И такая честь выпадает далеко не каждому региону. Мы за наших ребят гордимся. Они нашу родную Чувашию никогда не опозорили. И приезжают только с положительными характеристиками. И в дальнейшем свою судьбу, уже будучи там, служа в этой элитном подразделении, уже предопределяют. Такая возможность, во-первых, их же отобрали комиссионно, значит, по состоянию здоровья, по силе духа, по дисциплине, по разным критериям. Там каждого не возьмут. Это вы все прекрасно знаете. И поэтому, несмотря на этот час расставания, час волнения, я видел, у всех глаза горят. Призывники хотят пойти служить. Родители рады и горды за своих сыновей. Тем, кто вернулся из Москвы, глава региона подарил часы с чувашской символикой. А призывникам этого года вручили сотовые телефоны. И наказ. Честно и преданно служить Родине. Домой эти юноши вернутся только через год. И уже они проводят новых кремлевских новобранцев. Матеря Ковалев, Регина Кубайкина и Александр Петров. Республика.